на этапе подготовка. Шаг номер шесть. Разбираем вступление в контакт. Типичная вещь даже опытных продавцов отсутствие улыбки, отсутствие контакта глаз. Контакт глазами в начале приветствия всегда должен быть. Например, вот когда разговаривают по телефону во время выступления, я просто не понимаю этого. Хотите, я пообщаюсь с вашим этим? Мне кажется, это неуважение ко всем остальным. Знаете, я помолчу, мы дадим человеку поговорить. Закончили? Спасибо. Вступление в контакт. Когда встречались два древних человека, не было знаков различия. Как они определяли, кто главнее? Они смотрели друг на друга, низкостатусный отводил взгляд, высокостатусный продолжал смотреть. Есть правило в жестких переговорах. Со слабым соперником не договариваются, слабому диктуют условия. Как показать, что ты слабый? Лучший способ — откни взгляд в пол. Нет контакта глазами, ты потерял половину коммуникации в начале общения с клиентом. Зашел покупатель в магазин, первое, что вы должны сделать — улыбнуться, посмотреть в глаза. А многие продавцы — здрасте, и вот куда-то туда. То есть вступление в контакт, как себя вести? Например, если у вас аншлаг, если у вас очередь, как себя вести? Например, он занимается с одним покупателем, подошел второй, еще по телефону кто-то звонит. Как в этих ситуациях вступать в контакт? Правильное поведение. Зашел новый человек, посмотри в глаза, улыбнись, скажи, через пять минут освобожусь. Правильное поведение. Неправильное поведение. Мужчина, вы что, не видите? Я с покупателем разговариваю. Что вы лезете? Это неправильное поведение. Дальше. Объясняем понятие раппорт, установление раппорта. Не будем сейчас это разбирать глубоко, поскольку мало времени. Раппорт, термин из психологии, это чувство глубокого взаимопонимания между двумя людьми. Ну, согласитесь, когда встречаются, например, два рыбака, им проще друг с другом общаться? Почему? Потому что два рыбака. Когда два болельщика, которые болеют за одну футбольную команду, им проще друг с другом общаться? Проще общаться, да? Когда они болеют за разные команды, смотря какие команды. Например, болельщик Спартака и Локомотива будут общаться, а вот болельщик ЦСКА и Спартака не будут, например. Ну, смотря о чем, да? Но раппорт будет немножко другой. Так вот, раппорт чувства взаимопонимания. Как правило, продавцов учим. То есть, если продаем что-то простое, начальным уровнем раппорта, это подстройка по позе, под жесты, под термины. Если более сложные продажи, например, автосалон, недвижимость, там есть такой инструмент, не будем сейчас разбирать, называется пирамида логических уровней DILS. Она позволяет достигать раппорта на глубинных уровнях, на уровне убеждений, на уровне ценностей, когда у вас с покупателем общие убеждения и общие ценности. Худшее, что может быть, это разрыв раппорта на уровне ценностей. Был такой фильм «Продавец», в переводе Гоблина, может быть, смотрели, там была сценка такая, что молодая семья хочет купить автомобиль, и продавец, он грамотно выявляет потребности, говорит, вам для чего автомобиль? Они говорят, мы ездим в горы. Он говорит, я думаю, вам за покупками ездить. Они говорят, нет, мы альпинисты. И он выдает гениальную фразу, на кой черт вообще лезть в эти горы, вы что, дебилы? И вот все, он порвал аэропорт, как бы до свидания. Альпинисты, да, правильное поведение, вы знаете, никогда не был альпинистом, смотрел фильм про Эверест, был очень впечатлен, да, наверное, это круто, альпинисты, так пойдемте посмотрим автомобиль, к примеру, да. Так раз вы альпинисты, может, побольше возьмем машину, давайте с полным приводом возьмем, давайте багажник побольше и так далее.